Иисус продолжает учить. И мы находимся в тот момент его служения, когда к нему приходят уже книжники и фарисеи и начинают его очень серьезно испытывать. Мы знаем, что их цель не столько и не только научиться у Иисуса, а попытаться его опровергнуть, дабы понизить авторитет Иисуса в глазах слушателей. И тем самым, когда там садукеи, предотвратить возможные восстания против римлян, а с точки зрения фарисеев не дать ему посягнуть на их постоянно растущий авторитет, который в конечном итоге стал главенствующим в народе Израиля. Писание говорит, что книжники и фарисеи приступают к Иисусу, казалось бы, с вполне обыкновенным вопросом. Они говорят ему, почему твои ученики приступают к преданию старцев. Обратите внимание на постановку вопроса. Они не упрекают его в том, что его ученики нарушают заповеди Торы. Нигде в Торе не говорится, нигде в Ветхом Завете не говорится о том, что необходимо мыть свои руки перед едой. Это не книга «Мой до дыр». Естественно, само собой подразумевается, что человек перед едой моет руки, но в отношении Господу Богу или как заповеди этого никогда не было в Торе. Однако позднее определенное направление в иудаизме, возможно, в фарисеизме, вывело в положение, когда евреи должны перед едой мыть руки. Иисус интересно отвечает, он вообще постоянно отвечает интересно, очень часто, казалось бы, не на вопрос, который ему задается. Он говорит, но Бог заповедовал, почитай отца и мать. Это одна из десяти заповедей. Из носовища отца и мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Что он делает? Иисус, прежде всего, даже не отвечая на им вопрос, подрывает как бы саму суть постановки вопроса. Он говорит, вы не вправе спрашивать меня или определять прав я или неправ, или праведность наших поступков или поступков меня, моих или моих учеников на основании предания старцев. Предание старцев есть традиция, может быть, правильно понимаемое писание, может быть, неправильно понимающее писание. Но, тем не менее, на основании этой традиции преданий старцев вы не имеете права. Более того, он им приводит как бы очевидную совершенно заповедь, пытаясь внести между ними раздор. Я объясню, почему раздор. Фарисеи, по своей сути, были передовым отрядом религиозным в народе. И они несли все, как бы мы сегодня сказали, самое лучшее и доброе по сравнению с учением саддукеев. Иисус очень умело сеет раздор между этой группой людей, которые, найдя общего врага, пришли туда. Дело в том, что люди приносили дары в храм. И, естественно, плодами этих даров пользовались саддукеи, которые представляли собой по большей части храмовых служителей. С другой стороны, люди искали, фарисеи постоянно искали возможности, каким образом оправдать человека. И они предлагали, в том числе и саддукеям, целый ряд объяснений. Например, когда человек приносил жертву в храм, он полностью посвящался Господу Богу. Но, если в твоих дверях, в дверях твоего дома появлялся отец или мать, то ты, уже принеся в этот день дар Господу, или что еще, внимание, очень существенно, пообещав Господу дар, ты мог вполне законно сказать родителям, «Нет, я уже пообещал Господу Богу, поэтому я тебе ничего сегодня не дам». Были такие, которые действительно уже обещали, а были такие, которые лишь использовали это как предлог, чтобы не давать своим родителям. И тут две школы фарисеев разделились. Одна школа говорила, что если ты дал клятву отдать в храм, и это та была школа, которая фарисеев, которая сотрудничала с саддукеями, если ты дал клятву, и пришел твой отец или мать, и просят у тебя, то ты не имеешь права от этой клятвы отказаться. И настаивали на том, что в этом случае все равно хлеб ли, или другая еда, или деньги должны идти в храм. Но была другая фарисейская школа, которая утверждала, что даже если ты поклялся даже храмом, что ты должен отдать это пожертвование в храм, но появились твои родители, благодаря этой заповеди, почитай отца своего и мать свою, ты должен отменить эту клятву, и она будет отменена. Отмена клятвы будет освящена, если ты дашь есть своим родителям. Чего Иисус добивается такой постановкой вопроса? Он говорит, что вы определитесь, с кем вы, как мы сегодня сказали бы, за красных или за белых. Почему в одном случае, основываясь на преданиях, вы позволяете, видимо, совершенно нарушать заповеди Торы, а в других случаях вы говорите обратно. И, естественно, Он их называет лицемерами. И тогда, когда стало понятно, что у спрашивающих Его нет абсолютно никакого ни авторитета, ни власти, ни даже знаний спрашивать Его, Иисус отвечает следующее. Неужели же вы еще не разумеете, когда, объясни, пожалуйста, эту притчу предыдущую, да, про растение. Он говорит, исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хулениям. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Иными словами, нам пытаются сегодня рассказать, не в меру лети вы и толкователи Писания, что слова, если вы не понимаете, что все исходящее уста, что все входящее в уста, проходит шрево, извергается вон, а исходящее из сердца сие оскверняет. Нам пытаются объяснить, что, оказывается, Иисус ни много ни мало предлагает евреям начать кушать некошерную пищу. То есть, чаек, рыб без чешуи. Однако Иисус, в свете того, что идет разговор с раввинами и саддукеями, это основано на преданиях старцев, он не может вдруг начать тему, о которой вообще перед этим не шла речь. Естественно, никто бы ее не принял. О чем говорит Иисус? Во времена Иисуса существовала некая интересная дискуссия, которая происходила между различными группами фарисеев, которая нашла свое отражение позднее в Талмуде. Суть этой дискуссии сводилась к следующему. Евреи были очень озабочены чистотой ритуальной своего дома. Но это только дом. А что происходило, когда источник ритуальной нечистоты находился вне дома? Скажем, на расстоянии одного метра от порога, двух метров от порога. Нечистота или так называемая тума могла повлечь в бедствие, согласно представлениям евреев того времени, на весь дом. Например, в праздник судного дня или в день искупления необходимо было полностью вычистить весь дом. Или то же самое должно было происходить во время пасхального праздника, когда все квасное должно было быть вынесено. Но на какое расстояние? На метр, на два, на три, на пять. И вот существовали две школы раввинов, из которых одна, естественно, вполне позднее победила. Одна школа раввинов утверждала следующее, что если предмет неритуальной чистоты, скажем, квасной, который ты выбросил из своего дома в праздник Пасхи, находится на расстоянии нескольких метров, то предмет внешний оскверняет то, что находится внутри дома. Другая школа, которая возобладала в конечном итоге, утверждала, что ничего из того, что входит в тебя, то есть в дом и находящийся снаружи, не оскверняет тебя. Но лишь то, что выходит из тебя или из твоего дома, то по сути своей оскверняет тебя. Мы абсолютно точно знаем даты написания этих постановлений. Мы абсолютно точно знаем обстоятельства этой дискуссии, которые буквально, я настаиваю, буквально повторяют формулировки, которые есть здесь. Поэтому у нас нет никаких оснований считать, что Иисус говорит о чем-то другом. Он просто приводит фарисеям их же собственные постановления о том, что если предмет ритуальной нечистоты, как в данном случае немытые руки, находятся вне души, вне тела, вне духа, вне нравственности, то ничто входящее не может тебя осквернить. И он объясняет, почему. Потому что из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства и ухуления. Не из желудка. Не из желудка. Поэтому с моей точки зрения, и мне кажется, это абсолютно очевидным в свете еврейской традиции, в свете дискуссии, которая происходила в то время, считать, что речь идет исключительно о вещах духовных, мне кажется, что это подтверждено всем тем, что мы знаем об Иисусе и его времени. Давайте исследовать Писание. Я верю, что очень многое из того, что нам представляется непонятным, а еще хуже, понятным или понятным неправильно, вдруг станет для нас ясным. Будем изучать Писание, и Господь благословит нас. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok